Приветствую вас на 115 серии нашего пути бомжа за 365 дней на Аризон РП. Начинаем мы на 271 дне, зашел в игру в 22.36, зайдя в игру, сразу же переливаюсь в рабочую форму и кушаю. Хочу начать середичку с заработка за коинцев, поэтому приехал на аренду транспорта и беру в аренду Питер Билд на часок за полтора миллиона. Что ж, поехали на сухие нефтевышки. А пока еду, пацаны, поставьте лайкосик, если хотите найти под подушечкой подарочек своей мечты. Что ж, приехал на сухие нефтевышки и начинаю здесь загружаться бочками с нефтью. Одна бочечка стоит у нас 12 за коинцев. Всего в Питер Билд влазит очень много бочечек, ну и поехали их доставлять. Без проблем их довожу. Ну и начиная выгружать за одну бочечку, мы получаем плюс 145 косарей и 13 за коинцев. Ништяк. После того, как повозил нефть, прибежал на центральный рынок, поймал здесь лавочку и высылал все, что у меня есть на продажу по вот таким вот ценам. После чего прибежал к семейной ЖК и беру квестик на охотимся. Ну и поехали в лесочек. Приехал в лесок и ищу здесь оленей. Эй, где все олени? Капец, пацаны, все олени куда-то пропали. Расстроенный приехал на ферму льна и хлопка беру в аренду здесь супер грабли на 1 часик за 900 косарей, покупая разрешение на добычу, ну и погнали немножко по фармам. На этом и закончился наш 271 день. Начало 272 дня началось у нас с 23.25. Да, в этот день я не был дома, поэтому когда только приехал домой, успел зайти. Поэтому, пацаны, если что, извиняюсь, что день такой короткий. Сразу же прибежал на центральный рынок, поймал здесь лавочку и высылал все, что у меня есть на продажу. После чего приехал на аренду самолета, уберу в аренду спейсфлайна 1 час за 1 миллиончик. Так, хотел переодеться в рабочую форму, но оказывается я не работаю пилотом. Ладно, погнали тогда с вами в центр занятости. Мне интересно, сделают ли на Аризоне, как на родине, что уберут центр занятости и ты сможешь устраиваться тупо с телефона. Это очень удобная фича на родине, надеюсь, что на Аризоне такое тоже сделают. Кстати, пацаны, если что, я играю на Аризоне РП сервер шоу лоу, поэтому если ты еще и начал играть вместе со мной, так ищай игру по ссылочке в описании и при регистрации на мой сервер шоу лоу. Вадим и Ник Ауджи Шторм, за который ты получишь максимальный количество денег от системы и плюс 4 рандомных ларца. Также не забывай про промокодик Шторм с маленькой буковки, за который также получишь нехило т.к. пусты. Жду именно тебя. Обычки по пути в центр занятости, собираю вот такие вот подарочки. Что ж, приехал в центр занятости и устраив здесь пилота. Ну и погнали назад к нашему самолету. Приехал, переодеваюсь в рабочую форму, ну и беру наш первый рейс. Ну и полетели. Ничего сложного, здесь в принципе нету и за один рейс мы с вами получаем. Плюс 511 тысяч. На этом и закончился наш 272 день. Начало 273 дня началось у нас в 1456. Зайдя в игру, сразу же переодеваюсь в рабочую форму, ну и конечно же кушаю. После чего залетая на контейнеры, давайте сегодня испытаем нашу удачу и попробуем открыть премиум контейнер за 15 миллионов. Надеемся, конечно же, на мешочек с мясом. Ну, либо закончиться тоже нам не помешаю. Ставочка поставлена и надеюсь, что сейчас нас не... Ну, нас перебивают, да, уже 16 миллионов, окей, ставлю ва-банк, 17 миллионов, но 17 миллионов также перебивают, окей. Вот там сейчас поставят на все премиум контейнеры, на которые это возможно и на которых еще нас не перебили, но почти на всех нас перебивают. Да, точнее вообще на всех. Ну, а миддл контейнер я не хочу открывать, почему-то у меня такое сложилось впечатление от миддл контейнеров, что с них падает полнейший кал. Поэтому открывать миддл контейнер я не хочу. Возможно, я ошибаюсь, пацаны, но поправьте мне в комментариях, короче, что вы думаете про миддл контейнеры. Честно, я вот... Ну да, там может выпуститься, закончится вот самое крутое, что может выпустить миддл контейнеров, что самое крутое мне падало с миддл контейнеров. А так, ну хз, ну хз. Премиум, самые имбовые, как по мне. Потом идут ультра, с ультра тоже можно выбить что-то неплохое. Но вот миддл на самом последнем месте у меня. Ну, возможно, я ошибаюсь. Решил заехать в букмекерскую контору. Давайте поставим сегодня ставочку, к примеру, на вот эту вот команду по CS2 2 миллиончика. После чего приехал на автобазар, так как у меня есть еще одна машинка, которую я не продал в прошлых сериях. Это вот такой вот джестер лаунч. Поэтому выставляю его на продажу за 2 миллиончика. Ну и надеемся, что у нас его быстренько купят. И да, прям сразу же у нас его покупают, отлично. Поэтому прибежал на центральный рынок, ловлю здесь прям третью лавочку сбоку и выставляю все, что у меня есть на продажу. После чего приехал в центр гетто, хочу поймать сейчас какой-то ларец. Ну, здесь прилетает рванка и начинает нас просто дебешить, офигеть. Окей, возвращаемся назад. Опять эта рванка, капец, капец. Но все-таки ее банят, отлично. Всем подписчикам передаю огромный приветик. Поймал плюс несколько лавшей ларцов. После чего приехал на мероприятие ПАПК, давайте залетим сегодня сюда и посмотрим на нашу удачу. Что ж, мы уже летим, надеюсь, что сегодня мы не умрем одни из самых первых. 18 человек всего лишь, да, что-то очень мало людей сейчас ходит на ПАПК, не знаю, почему так-то. Что ж, приземляемся, пацаны, и начинаем здесь лутаться. Там сразу же есть какой-то челик, поэтому давай сейчас к нему побежим. На-на-на-на, получай, получай, получай. Так, так-так, там еще на горе один, еще один на горе. Да, и, к сожалению, нас убивают, и мы умерли с вами 15-м. Ну, да, да, не повезло, не фортануло, плюс 272 БП коина. После ПАПКа залетаю на мероприятие Собиратели и начинаю здесь быстренько собирать подарочки. Также ничего сложного здесь нету, и пока собираю, кстати, давайте Лева сегодня разыграем. Две с половиной тысячи отзакоинтся абсолютно на любом сервере Аризоны. Просто, если ты уже подписан, то отпишись и подпишись. Если не подписан, то подпишись, поставь лайк и напиши любой крутой, интересный комментарий. А четырех слов с тайным словом, давайте тайное слово сегодня у нас будет. Сколько максимум часов вы играли в Аризону? Мне будет очень интересно узнать. Вот я максимум, наверное, реально 24 часа где-то играл. Это когда-то у меня был какой-то челлендж, типа 24 часа вроде я или на шахте, или дальнобойщиком кем-то работал. Вот реально 24 часа, не отходя, ну там, отходя по писи, там, что такое, в туалетик сходить, там, что-то перекусить быстренько. Вот 24 часа реально я играл. Напишите, кто из вас сколько играл, мне будет очень интересно узнать. Итоги, если что, 100 лайков, поэтому расскажите про разгар с друзьями. Шансы есть у всех. После собирателей заехал в банк, забирал здесь ларцы организации и снимает с основного счета плюс 4,5 миллиона. Из депозита плюс 4 миллиона. Также давайте сейчас потратим наш донат, который у нас накапал. Это 2187 азекоинсов. Предлагаю купить вот такой вот стартовый капитал за 2000 азекоинсов. За него мы получаем 65 миллионов и 45 случайных ларцов. Ну, надеемся на крутые ларцы и... Вау! 45 ларцов пилота? Что? Ну, это очень дорого, пацаны. Это, наверное, самые крутые ларцы, которые могли выпасть с этого вот набора. 45 ларцов пилота. Давайте, пацаны, если этот ролик наберет 150 лайков, то я их открою в следующей серии. Если нет, то продам. Короче, все зависит от вас, поэтому рассказывайте друзьям, чтобы они прожимали лайкосики. Вы тоже там прожимаете лайкосики. 150 лайков в следующей серии, я их всех открою. И, может, выбьем с вами самолетик. Если нет, то продам, и это где-то миллиончиков 50, может, я залутаю с них, может, чуть меньше. Что ж, приехал в центр занятый, сейчас устраиваюсь с дальнобойщиком, потому что там вроде какая-то новая акция вышла, и теперь можно развозить горячую штучку. Окей, погнали, посмотрим, что это. Что ж, приехал на аренду транспорта, и беру здесь в аренду Теслу на один часик за 800 косарей. Ну и погнали на базу дальнобойщиков. Приехал на базу дальнобойщиков, и, блин, случайно взял обычный груз. Ладно, поехали, для начала его отвезем, и посмотрим, сколько нам за него заплатят. Без проблем везу этот грузик. Что ж, довожу его почти без проблем, и получаю за него... Плюс 893 тысячи, в принципе, ништяк. Так, и вот, приехал снова на базу дальнобойщиков. Ага, я немножко опоздал. Горячий ивент, икс-2 у нас с 12 до 20.00, и да, я немножко проспал. Ладно, если что, в следующей серии, наверное, уже с вами узнаем, что такое горячий ивент. Поэтому я работаю дальше, а для вас так и заканчивается наша 115-я серия. Поэтому, если хотите видеть 116-ю серию как можно скорее, то прожимайте лайкосики. Все зависит от вас, всех обнял, целую, всем спасибо, всем пока. И помните, это только начало, дальше больше. Субтитры сделал DimaTorzok